Неоправданно высокие цены, низкое качество продуктов, а в частности овощей и фруктов, и преобладание привозной продукции – вот на что сетуют посетители Венсполского рынка. Мы не регулируем цены, мы не регулируем то, что торгуют. Конечно, мы смотрим, чтобы если человек торгует свою продукцию, чтобы это была его продукция, чтобы не было закуплено. Но мы не скрываем никогда, что у нас есть закупленная продукция. Но это, я думаю, не столько с Польши, что тоже из ночного рынка с Ригой, но из таких крестьян, которые выращивают. Количество местной продукции зависит от дня недели. Например, в будние дни ее может быть меньше, чем в субботу и в воскресенье. По словам директора рынка Райтиса Шауренша, главная проблема – это нехватка крестьян именно в Венсполском крае, которые бы выращивали в достаточном количестве овощи и фрукты. Их можно пересчитать по пальцам. Поэтому лишь в выходные к нам едут крестьяне из других регионов – Зэмгала и Видземы, которые могут предложить богатый выбор. Людей просто нет. Мало. Наверное, все уехали уже. Мало осталось. Ну да, мало покупают. А у вас уже хорошо? Ну да, но сейчас погода плохая уже стала. Ну а так, вот лето прошло, что можете сказать? Ну, и просто люди не понимают. Они еще евро сравнивают с латом. И говорят, очень дорого. Но если это посчитать, это в прошлом году на латах было намного дороже. Однако, прогулявшись по рынку, мы убедились, что кто ищет, тот всегда найдет. Местная продукция есть, как и пресловутая польская. Здесь, во-первых, у нас торгует, значит, мелкая фирма, индивидуальный коммерсант. Конечно, что у них что-то есть свое, потому что они сами, но есть и что они купили. Ну, заезжаю, да. Ну, а что свое? Можете рассказать, что у вас? Свое? Вот ецева томата весы. Ецева, огурчик. Смотри, но это куплено на чем рынке? Нет, это ецева. Ну, не на чем, мы домашнее берем, она нам приводит. Ну да, ну. Это латвист. Да, огурцы свое, капуста свое, вот лук репчатый свой, бетер свое, морковка своя. Мои яблоки из волости гуденеки. Есть такое место Баса в Клудыгском крае. Сливы тоже оттуда. Еще из местного у меня есть мед, брусника из лесов. Все латвийское. Как же отличить привозное от местного, спросили мы у директора рынка. Ответ был прост. Нужно интересоваться у торговца и смотреть на таблички, где должна быть написана эта информация. Однако есть и маленький секрет. Человеку, желающими продать что-то со своего огорода, можно не регистрировать свою хозяйственную деятельность и не пользоваться кассовым аппаратом, так как он торгует только собственно выращенной продукцией. И в таком случае надпись о стране происхождения просто не нужна, так как и так понятно, что она местная и скорее всего с нашего края. Но это не значит, что если вы видите индивидуального коммерсанта с кассовым аппаратом, то он непременно продаст вам привозную продукцию. За неимением достаточного количества крестьян в Янспольском крае, нашим торговцам приходится закупать латвийские овощи, фрукты и зелень у других крестьян из регионов, где сельское хозяйство более развито. Мы так стараемся, чтобы вот это крыло наших навесов, чтобы мы больше стараемся ставить здесь таких торговцев, которые торгуют собственной продукцией. А то крыло, да, больше чем вот такие фирмы, которые закупщики. Второй момент, непосредственно влияющий на цену, это обилие крупных супермаркетов. Во-первых, это потому, что все таки, ну, левые, как и все, да, там другие цены, они там могут делать всякие акции, они там могут закупать очень много и, значит, регулировать цены. Здесь человек, который из дома что-то выращивал, он, когда посчитал все свои затраты, ему надо ставить цену, конечно, побольше. Ну, о ценах, я думаю, почему так? Ну, да, я согласен, что на Венсплском рынке цены выше, чем, скажем, в Риге, скажем, лепая, да. Но почему это так? Может быть, сами торговцы лучше вам объясняют. Потому что я еще раз говорю, мы, как администрация, не регулируем цены. На вопрос об эмбарго и портящихся овощах в поле ответили так. К нам это не относится, так как не те объемы. Именно поэтому в Венсплсе нет и не будет значительного снижения цен, например, как в других городах, в связи с экономической ситуацией. Однако условия для торговцев не такие уж и плохие. Например, чтобы торговать на рынке, продавцу нужно заплатить 2,45 евро в день. А если он хочет места побольше и в середине торгового ряда, то 2,85 евро в день. И предъявить необходимые документы. Вы выращиваете, скажем, лук, да. Ну, вот вы приедете к нам на рынок, да. Вы вот утром хотите торговать, вы утром приезжаете. Мы у вас спрашиваем единственный документ, что вы имеете землю. Это земляная книга или что вы, ну, какой-то договор, что вы арендуете у кого-то землю, вот такое, да. Чтобы, ну, мы могли видеть, что вы сами, что вы не перекупщик, да. Так. Тогда вам показывают место, вы там стоите, торгуете, вот за день заплатите нам эту, что я сказал, эту сумму. Одно из предложений, прозвучавших от Венсплчан, организовать в городе ночной рынок, как в Риге, где можно купить самые дешевые овощи и фрукты. В столице торговли для тех, кто хочет купить что-то в розницу, идет с 17 до 22.00. Остальное время для оптовых покупателей. Люди на форуме высказали идею о том, что в Венсплсе тоже надо. Что думаете об этом? Мы вчера тут так провели беседу с нашими торговцами. Ну, конечно, если кто-то бы хотел ехать здесь и торговать, пожалуйста. Но все торговцы как один говорят, что это им не выгодно. Что, во-первых, те, которые здесь придут, будет очень мало вечером, ночью. Ну, там, ладно, там до 10, скажем. Потому что, ну, нравится нам это или нет, но это район такой, который уже 3-4 часа пустой. Но здесь, ну, вряд ли кто-то захочет вечером тут ходить. А что делать людям, которые работают с 8 утра до 5 вечера? Прийти в субботу, в воскресенье. Прогулявшись вдоль торговых рядов, наша съемочная группа выяснила, что прилавки с местной продукцией всегда располагаются в ряду, находящемся ближе к улице Тыргус. Латвийская молочная продукция, хоть и в малом количестве, но тоже есть и находится у входа со стороны стоянки. Ну, а мясо почти у любого продавца местное, в чем всегда можно убедиться, спросив у продавца накладную.